Мы добрались до косы Беляус. Нашли хорошее место, защищенное от ветра, но не успели еще достать палатку, как к нам приехали ребята с соседней стоянки. Оказалось, что часть БМВ боксер-клуба в компании друзей и единомышленников расположилась на косе еще несколько дней назад. Ребята любезно пригласили нас к себе в лагерь, но мы не стали отказываться. Вечер за байками с путешествий прилетел незаметно, а на следующий день меня позвали прокатиться на питах по косе. Все вверх. Забавная мопедка такая. После гуся сначала едешь вот так вот, потому что там усилие такое большое, здесь по лайту, прикольно. Слушай, классная история, честно говоря. Я прям захотел питбайк, как велосипед просто. Конечно, хотелось остаться с ребятами еще на денек, устроить полноценную покатушку напиток, снова посидеть у костра. Но работа диктует свои правила, поэтому мы отправились в сторону Ялты, решив по пути заехать в пару интересных мест. Мы добрались до побережья рядом с мысом Фиолент. Здесь интересная бухта. Конечно, свет воды прикольный. Такой вот обрывчик. Но я не понимаю, то ли я зажрался, то ли ничего особенного. Я видел места в тысячу раз круче. Не знаю, что не так здесь, но не впечатляет вообще. Ну, типа скала и скала, бухта и бухта. Что такого? Может быть, огромное количество людей вокруг все рушит. И вот эти вот стремные дачи, как дворцы. Может быть, от этого, я не знаю. Ну, пропадает атмосфера единения с природой или еще что-то такое. Ну, в общем, не знаю. Я бы, честно говоря, если ехал на мотике мимо, я бы даже не остановился. Несмотря на мое ворчание, мы решили доехать до основной площадки и ни капли не пожалели. С нее открывается потрясающий вид на море и скалы. Цвет воды меняется от темно-синего до лазурного. А глаза не устаю скользить по извилистому контуру берега. Мы отправляемся дальше, в сторону Балаклавы. Как раз по дороге от Фиолент до Балаклавы нам навстречу первый раз попались ребята на двух гантелях, с которыми в дальнейшем мы встретились еще не раз, причем не только в Крыму. Балаклава запомнилась своей уникальной бухтой и атмосферной узкой дорожкой вдоль залива, которая ведет на смотровую площадку. Красивая бухта Балаклавы, эта смотровая точка красивая. Правда даже отсюда видно кучу-кучу огромного мусора в море. То ли это от города все несет, то ли что, черт его знает. В общем порядком подгажено здесь. Все видимо сливается вниз, но места кайф. Вон мотик стоит. А нам уже пора сворачивать удочки и ехать на место, где мы будем работать 4 дня. Жалко, что у нас не хватило времени посетить музей в базу подводных лодок и погулять по городу. Ну и может быть это повод вернуться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Между майскими праздниками мне нужно было работать. Анюта нашла уютный парк-отель на берегу моря, где мы и провели несколько дней. Днем я работал, а вечером мы выбирались исследовать окрестности. Нас стало чуточку больше здесь. Две гантелины подъехали. Роликов выходит все меньше и меньше. Ну точнее записей. Потому что на самом деле мы третий день уже чилим в этом отеле. И не особо уже хочется куда-то ехать. Да я целыми днями работаю. Поэтому считайте, что видео почти нет. Сейчас вот поехали посмотреть, что происходит в Ялте. Наконец-то добрались до Ялты. Анечка все там то гуляет, то рассказывает. А я сижу, работаю, ничего не вижу. Здесь миленько кстати. Пристань, парусники, что еще надо для счастья. Море рядышком. Нет, ну конечно, скажем прямо, доля постсоветского колхоза здесь на порядок выше, чем в Сочи. И это прямо видно. Но еще не подходили и не просили фотографию с обезьянкой сделать. Не предлагали. Это радует. Хотя, может быть, обезьянки дальше, не знаю. Ну нельзя было не заснять гусей? Да? Нельзя, говорю, было просто так не заснять гусей в Ялте. Было бы больше времени, мы туда зашли покушать. Еще народ вовсю готовится к сезону, много чего не открыто. Все что-то строят. Идет какой-то кипиш. А мы уже, можно сказать, что завершили наш отдых. Сели покушать в мидии и ракушки. И что вы думаете, в ресторане, который называется мидии и ракушки, нет мидий? Да. Они просто кончились. Ребята не рассчитали. В общем, здесь ажиотаж, а мы продолжаем искать кушенью. Завтра уже выезжать домой. Сегодня отпросился пораньше. Собственно, немножко успеем еще покататься, пару мест посмотреть и в обратный путь. Погода, как назло, все лучше и лучше с каждым днем. В Москве смотрю, блин, и нам ехать опять 9 градусов и дождь. Так неохота еще отсюда уезжать. Но ничего, мы еще обязательно вернемся. А пока надо кайфовать, наслаждаться последним днем. День трянуть. Ут bliегbar. День тряп � nave обрешивать здание. Эちょっと стих RICH ПОДД мне опасно. Мы побывали и в Воронцовском дворце, и в Ливодийском, побродили в толпе около Ласточкиного гнезда, но больше всего мне запомнился не дворец, а эта летающая тарелка, которая приземлилась на побережье Крыма почти 40 лет назад, благодаря совместным усилиям советских и чехословацких инженеров. Три бетонные опоры умело вписаны в ландшафт, и создается ощущение, что шестиэтажный санаторий словно парит в воздухе. И все это в сейсмоопасной зоне, где еще и часто бывают оползни. Благодаря своему необычному дизайну, санаторий даже засветился в фильме «Ребитель зла» в качестве советской военной базы. Прошел наш заключительный день отдыха, завтра уже дорога и послезавтра дорога. На самом деле, это тоже хороший денек был, я и успел поработать почти до четырех, и в Ялту скатались, и погуляли, и прокатились по побережью, кстати, классная дорожка. Завтра надо двигать в путь. Опять будет перегон, заправка, отдых, перегон, заправка, перегон, заправка, перегон, заправка, отдых, и мы приехали. Примерно такой план. Чем больше проедем завтра, тем меньше послезавтра ехать под дождем. Все воскресенье ожидают, обещают дожди от Ростова до Воронежа, мало приятного, ну и куда деваться. Доброе утро, друзья. Все-таки наступил этот день, который мы откладывали как могли, день отъезда, встали пораньше. Не хочется отсюда уезжать, погода с каждым днем лучше, приятное все-таки место. Здесь еще такая халява, не надо никуда ехать, проснулся, тебя накормили, потом поработал, потом идешь, что-нибудь смотришь, прикольно. Я бы так и жил, но, к сожалению, во вторник, в понедельник, слава богу, выходной, во вторник уже в офис. Будем отсюда выбираться. Время... Время 8.30, ставлю на то, что мы отсюда выйдем не раньше десяти. С нашим процессом сборов, ну и да и ладно. Собрались, едем. Погодка кайф, как я и обещал, проверяем время. Десять утра, что и требовалось доказать. Десять утра, а мы стартуем, нам сегодня ехать тысячу, а то и больше. Как обычно, будет включение с дороги и станосство про то, что мы устали или не устали, хотим пить, есть, заправиться и так далее. Но это все впереди, прям настроение сегодня кайф, несмотря на отъезд, но я предвкушаю сейчас красивую дорогу по побережью, солнышко, ветер, морской воздух, красота, будем балдеть. Сильнейший, просто сильнейший боковой ветер, мы устали с ним бороться, вот спрятался за мотоцикл. Проехали 150 километров, ощущение, что проехали какие-то 300, тебя просто переставляет из полосы в полосу, едешь боком постоянно, выбиваешься из сил абсолютно. В конце вот, это место для отдыха называется, вот мы отдохнули. Продолжаем бороться с ветром, доехали до заправки, первое после моста, тут, конечно, ад. Очередь на заправку, очередь в туалет, очередь в KFC, ну, прям добро пожаловать домой. Просто на док. В общем, мой вам совет избегать эту заправку и лучше заправиться в Крыму и потом проехать еще лишние там 100-150, потому что, ну, нереально, ничего времени потеряли. Ну что, мы где-то на трассе. В общем, между Краснодаром и Кущевской думаем, где спать. Я за то, чтобы сегодня проехать можно больше и завтра меньше мокнуть, ну, меньше страдать. А Нюта за то, чтобы сегодня пораньше лечь спать, а завтра побольше ехать. Непонятно пока что делать, но как классно все-таки ездить по хорошей погоде. Солнышко светит, закат. Даже дождик сегодня палил совсем чуть-чуть, вообще не проблема. И тоже здесь очень переменчивая погода. Погода переменчивая в том плане, что сегодня 27, а завтра 9 и дождь. Очень весело. Правда, в Москве говорят, вообще холодином и льется со вчерашнего дня. И все затопило. Ну, ничего. Сложный вопрос. На самом деле, где спать. Большое желание заночевать в старой мельнице. Почему оно есть? Потому что точно хорошая гостиница. Завтра там нас накормят. И ехать, казалось бы, совсем немного. Мы до нее доедем за час. С другой стороны, все сегодняшние блага завтра выливутся для нас страданиями. И это уже не очень приятно. Как бы поступили вы в этой ситуации? Был выбран пробуточный вариант. До Камик-Шахтинском они доехали, зато доехали до Шахт. Чуть-чуть дальше Ростова. Не ожидали, что по дороге еще попали в какую-то пробку. И, честно говоря, я думал, мы быстрее проедем. Последние 280 километров. Ну, проехали, как проехали. Остановились еще в магазинчик. Зашли. Ну, грех себя не порадовать баночкой пива. А Нюта у меня просто герой дня. Ну, чудо не произошло. Естественно, чудо не произошло. Дождь, 10 градусов. И ровно 1000 километров впереди. Я не знаю, как мы так четко остановились. Но отсюда до дома прямо 1000 километров. 0,0. Я думаю, это знак. Собираемся и всплываем. Почему-то в этот микрофон меня очень плохо слышно. Черт его знает, что с ним произошло. Но буквально одно движение влево или вправо и нифига уже не услышишь. Сейчас будем его ремонтировать. Как будет выглядеть ремонт? Я думаю, что вот эту штуку я не смог надеть. Слишком маленькая. Поэтому делаем следующим образом. Дома есть запасные, конечно, защиты. Но это все дома. Поэтому мы надеваем, прикладываем. Да что ж такое-то. Утром вообще телик двигается все. Тут главное не перекрыть сам микрофончик. Все. Гарнитура не болей. И все. Работает. Но я надеюсь, что работает. Пока еще не понятно. Но к этому все идет. Мы героически преодолели первые 40 километров и пьем кофе. Осталось 960. Почти доехали. Но ничего. На сто кофе попью. Кстати, хорошо, что нет дождя. Он утром прошел. Вся трасса сырая. Ну, точнее, наоборот, трассы уже полностью подсохли. Но с машин летит. В целом ехать лучше, чем когда льет и снизу, и сверху. Поэтому, честно говоря, я рад этой погоде. Ожидал намного более худших погодных условий. Сколько умерзнуть больше не пусил. Было принято стратегическое решение отправить Анюту дальше на электричке. А я, в использовавшем случае, начинаю крупнейшую гонку в истории моего YouTube-канала в стиле Top Gear. Анюта отправляется из Воронежа на электричке в Москву. А я отправляюсь из Воронежа на мотоцикле в Москву. Но мне надо успеть пробраться через пробки. Что-то не хочется. В центре до дома. Это была тяжелая тыща. Я много раз ездил по косарю. Но, блин, это было тяжко. Но я доехал. Наша гонка Top Gear подходит к своему завершению. В 16 часов я стартовал от вокзала. И в 22 был дома. 6 часов от Воронежа. Я останавливался каждые 150-200 километров. Это было очень холодно. Наверное, реально самая тяжелая тыща, что я проезжал на мотоцикле. У Анюты поезд прибывает в 22.40. Время 22.30. Я даже успел пересесть в машину. И сейчас встречаю ее на вокзале. Осталось совсем немножко подождать. И будем дома вкусно кушать, отдыхать и кайфовать. Завтра будет отсыпной денек.